Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение моего ФФА сериала на шестерых. Отборочная игра ФФА чемпионата в моей группе. Тут я играю за Австрию и если вы не смотрели первую серию, то рекомендую начать именно с неё. Ссылка на эту серию появляется сейчас в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! Ааа, я не могу... Блин, у нас... Ясно. Мы ж не можем отправлять... Ребят, вы конечно прям хорошо так проголосовали. Или я сейчас опять грузить будем? А смысл грузить? Не, почему грузить? Я не знаю, кто это так... А как это так произошло? А, это Индия у нас. И молодец, индус. Гений! Всех обманул! Всех обманул! Мне нужна моя религия. Нужна для чего? Для двух голосов лишних? Ну так ты их потерял, считай. Вот сейчас получили лишние голоса у тех, у кого свобода. Да, всех обманул. Молодец. Отличный ход. Я не ожидал, что они будут прям до конца. Ты думал, не передумай, ты раздели свои мнения. Асирец, я тебе, как он, ничего не говорил. Я рассчитывал на то, что мы молча с тобой согласовано проголосуем. Ну, странно было бы, если бы сириец голосовал против свободы. Не, ну, на самом деле, в этом есть логика. Типа, быть уверенным, что, значит, наша не пройдет эта резолюция. И голосовать за что-нибудь другое. Так, а вторая резолюция тоже хреновая. По-хорошему. Что ему там, ну, блин. У него там не особо эти... Эта религия ему нужна. Он, как бы, не имеет голосов лишних с нее. Что, он голосовал бы против или, там, за? Ладно, куплю. Так. 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 Странно, для чего ж ты купил Wellington? Ну, я считаю, у меня маловато городов, захватывать как-то не очень. Я еще Зензибар планирую купить, так, тебе предупрежу заранее. Они так прям находятся хорошо ко мне. Ну, хочешь атаковать? Ты только имей в виду, что ты их освободить не сможешь. Ну, у меня улыбочки есть вроде. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, у него тут Голиаса еще у этого Веллингтона. Ладно. Даже не знаю, как лучше караваны отправить. Или все-таки на золото отправлять. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 То есть на 5 силы бомбардировки больше, но плюс у них там 2 прокачки. Во-первых, против городов, а во-вторых... А, и на 50% еще перехват снижен. Ну да... Блин, так может против него тогда не самолеты, а баттлшипы построить? Я думаю, такого американец... О, нефть закончилась... Продолжение следует... В принципе, нафига мне твой треплан, я вряд ли смогу перехватывать. Так... Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, смотрите. Допустим, даже по богате можно судить задание. Они нагородят державу, открывшую больше всех технологий. На данный момент вы лидируете с одной технологией. Ну, потому что ты открыл с одной технологией, не то, что у тебя на одну технологию больше, а то, что ты просто открыл одну технологию с тех пор, как они дали это задание. Они технологии там считаются со временем задания, они вообще все, все технологии. Уже три человека в радар вышло. Ну и что, что три человека в радар вышло? ДВАГИС подробный справочник организации на 3D-карте города. Жители 273 городов в 8 странах мира ежедневно пользуются ДВАГИС. Телефоны, адреса, сайты компаний, часы работы, поиск проезда и схемы движения городского транспорта – все это внутри ДВАГИС. А мобильное приложение ДВАГИС – один из лидеров среди бесплатных программ в категориях «Навигация и путешествия». Воспользуйтесь онлайн-версией прямо сейчас на сайте двагиз.ру или скачайте бесплатно для Android, iOS и Windows Phone. ДВАГИС, если быть точным. Блин, мне б, конечно, очень генерал бы не помешал. Всего 9 очков осталось до генерала. ДВАГИС-ЗИГНАЛ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА сумма СИГНАЛ ДВАГИС-ЗИГНАЛ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ну, допустим, сейчас открылся ракет. Ракетостроение кем-то. Я в него не выходил. Ракетостроение это по-английски как называется? Ну, это там, где у нас эти не зенитки, эти. А, там программа Аполлон? Ну, мне кажется, ассириец, наверное, в научную идет. А что ты не выходил? Ты же идешь в ядерную ракету. Значит, ты эту Nuclea Fusion открыл. На расщеплении ядра ни у кого не открыто. Так что ты в ядерную ракету не идешь? У меня мало науки. Говорю, что здесь на самом деле меня за лидера считать очень странно. Ну, не знаю, я отстаю на 3%. Я на втором месте написано. Поэтому, ну, может, правда, у меня там какие-то дешевые технологии открыты, которые человек второй не открывал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня тут настолько проплыв неудобный, между двумя половинами страны. Я прям действительно удивлен, что я еще жив. Даже подводные лодки не могут пропустить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже, индонезийц опять Сурабайю поставил. Да, он меня портит нервы тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 прикалывает тут лагерь лагерь с лучниками поражает парашютистов варварских 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 Продолжение следует... 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 Ну, то есть, чтобы больше стало денег, и я мог купить. За варваров уже не прибавляется очков генерала. Мне бы генерал, я бы Занзибар купил, типа, ну, сделал своим городом и отъел бы драгоценностью у американца, крепостью. Ну, блин, не знаю, что делать вообще, честно говоря. Не, ну я через шесть ходов приму какую-то политику на счастье. Поэтому стадионы строить сейчас не хочу. КОНЕЦ КОНЕЦ Да не, американец сейчас улетит просто еще. Или в стелсе вообще выйдет. Наверное, он в стелсе выйдет. В,- У-у-у- в экологию вышел и идет видимо в бомбоубежище в бомбоубежище идешь я так понимаю у тебя урана нету поэтому ты хотел заключить договор не сбрасывание ядерных ракет а ты смекаешь ты вы 0 тебе надо было предлагать чтобы все договорились сразу то ты так говорил знаешь такое ощущение было что ты с кем-то хочешь заключить а на кого-то скидывать поэтому и никто не хотел договариваться хотя фига узнать может если есть уран ты сейчас обманываешь я то не вижу территорию а что это вообще принято на конгрессе сайнс файдинг опять осирий все хочет от меня суши осирий сах что у тебя за проблемы с ангризмом чуть его так отменить хочешь почему-то да и проблем то нет так нечего больше стоять не на принципе нет уже ядерки будут не страшны сейчас там же ядерки опасны то когда у тебя нет бомбоубежище нету как и не построена наверно что ли войск как-то так то есть а когда у тебя есть самолеты все и есть бомбоубежище тут скидывать оба смысле ну так только последующие какие-то самолеты нарушить производство наверно но ну блин я не знаю я когда открыл тут говно еще его ученым кстати прожег ну как у меня ученый родился я такой думаю либо идти по нижней ветке ученого истратить либо посмотрел в ядерку я значит нажал открывают умную тут как у который показывает где уран на карте и понимаю что ни у одной гэшки ни одного моего города нет урана мы где печали нет вместе с тобой так конечно я бы ушел в ядерки ну конечно уже всех выносил тут вообще во всем как вам невезение виновата вау Продолжение следует... 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 Я просто пытался объяснить, что вот эта вот война со мной, которую индус хочет, она выгодна только индус, по-хорошему. Да все равно, не, понимаешь, тебя надо как-то остановить, но я при этом крайним быть не хочу, откровенно. То есть самым, блин, главным останавливальщиком. Я предлагаю войну просто, чтобы все вместе замочили американцев. А кому это выгодно? Это выгодно только индусу. Почему? То есть если все будут воевать против тебя, то... Ну давай послушаем ассирийца и турка, что они скажут, поэтому сядут, молчат там. Мне просто интересно, потому что сейчас он непосредственно вырывается вперед по науке, потому что у него столица 37. У меня столица меньше науки, чем столица австрийца и столица индуса. Нет, просто смотрите, у него самая большая армия, то есть он уже может напасть на своего соседа и его захватить. Слушай, ну ты так говоришь, то есть у меня наука 330 в столице, а у тебя 325, ну обалдеть. Ну ты прям, прям отстаешь, так отстаешь. Ну вот Айзен говорит. Нет, Турк, тебе в войну ввязываться точно не вариант, потому что у меня от Бостона Стамбул бомбится очень сладенько. Что от Бостона, что бомбиться? Вот ты как сказал свое мнение. Ты понимаешь, что у тебя Бостон берется как раз как нефиг нафиг с моря? У тебя просто туда приезжают этот, ну как его, авианосец, и ты вообще ничего сделать не можешь. А потом высаживаются под прикрытием линкоров тут вот юниты. И Бостон как раз, ты из Бостона угрожаешь Стамбулу? Не, я просто говорю, что ему тоже война, это не очень выгодно. Тут дело в том, что как бы либо всем вместе надо, я не хочу вот отдельно. Смотри, сейчас интересует мнение ассирийца. Ассирийц, скажи что-нибудь. Че тут скажешь, даже не знаю. Ну, по идее, мы втроем считаем. Как бог сказал. Не, по идее, надо, конечно, до бомбоубежищ там американцы поддавить как-то. Потому что потом не замочил. Ну, как бы просто я-то че могу сделать? То есть, смотри, мы можем скинуться деньгами. Ну, ты можешь от войны объявить ему как минимум, хотя же. Так, мы объявим войну, то есть, он не будет ни с кем, ни с нами торговать, никаких договоров об исследовании, ничего такого. Он не будет, у него морских караванов к нам, то есть, он просядет по голове. У меня их и так нету. Они есть. Вот ко мне ходят. Ну, да, они правда, и ко мне ходят. Вот. То есть, он просядет по голове, просядет по науке и просядет по счастью. Это как минимум. Если мы все сейчас чипером, бьем войну. Зачем это получается? Если сейчас ничего не делать, можно просто продолжать строить домики. И дать ему спокойно улететь в космос, купить детали и... У меня детали... У меня 150 вход, вход 3000, я максимум смогу две детали купить максимум. И то есть сейчас. Ты можешь открыть и две купить. Ну, и что вы думаете, вы четыре детали мне будете давать строить, что ли? Ну, так что, Осириец, мы объявляем? Я не против, если все решат, так. В принципе, караваны есть, да, видно есть. Вот ты зря, Осириец потратил деньги на скупку городов-государств. Почему? Потому что эти деньги пригодились бы на покупку ядерных ракет. А у меня нет ни урана вообще. Зато у меня есть. Так. Осириец, ты готов? Ну, пока нет. А у вас... А вы посмотрите, у вас нету там защитных пактов с американцем ни у кого. А то потом... Знаю, у меня уже был такой случай, когда объявляешь войну, а потом твой союзник, который очень хотел воевать, говорит, ой, а у меня защитный пакт такой под дурачка. Ну, давайте тогда, смотрите, все дружно объявляем войну. Если у кого-то защитный пакт, то мы все равно будем грузить сейф, правильно? Зачем? Посмотри просто в этом. В истории сделок. О, видишь, турку люксы нужны. В истории сделок. Я не знаю, мое мнение однозначно. То, что... Да вы, господи, вы не понимаете, что это выгодно индусу. Единственное, кому это выгодно, это индусу. Максимум еще... Слушай, индус... Индус... В самом конце по технологиям. Я вижу, как ему... Как он может догонять? Расскажи мне. А остальные игроки пусть дальше... Я вижу, что у индуса меньше всего... ...технологий. Ну, кроме индонезийцев, конечно. Можно посмотреть по Кагаланам. Да, меньше всех. Вот у нас с турком и с сирийцем и у меня ровное количество технологий. Ты нас опережаешь на... ...три технологии. А индус отстает от тебя, получается, на восемь, что ли? На этом пока все. Продолжение через день или два. Пользуйтесь два ГИС и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok